Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня, наконец-то, на улице солнышко! За последнюю, наверное, неделю первый раз на улице солнышко! Сегодня встала рано, у нас сегодня жульен. Рецепт я вам оставлю в инфобоксе, если не забуду. Если я забуду, пишите в комментариях. У нас здесь апельсиновый сок. Да, апельсиновый вроде как. Брокколи, мандаринка. Декабрь, а значит мандарины. Оливки, огурчики, консернированные. И давайте приступим. Я люблю начинать с середины. И жульен горячее. Я люблю, когда блюдо теплое, полухолодное. Когда вот такой вот пар, не знаю, вам видно или нет. Тут прям пар стоит. Сегодня ко мне должна прийти подружка. Начала снимать влог. Правда, не знаю, выложу или нет. А то в последнее время снимаю влоги, потом удаляю, потом еще что-то. И все это на процессе монтажа. Монтирую и думаю, блин, это неинтересно. Кто это будет смотреть? Возьму-ка я и удалю. Я офигела просто. Я сегодня посмотрела, когда я делала последний раз ноготочки. Получается, что я больше месяца хожу с этими ногтями. Ладно, я бы за это платила. И все бы подумали, что Айка экономит. Так я ногти делаю сама. Не могу на себя найти время. Представляете? Давайте сегодня поотвечаем на вопросы. Открываю свое последнее видео. Я всегда делаю так. Здесь был очень интересный вопрос. Айлин задает вопрос, правда, в комментариях. Я уже ей ответила. Привет, Айка. Хочу задать тебе вопрос. Так как очень интересно услышать твой ответ. Какова самая мудрая мысль, которую ты слышала? Заранее спасибо за ответ. Люблю. Айлин, тебе огромный привет. Спасибо, что смотришь. Вы знаете, когда я была где-то в седьмом классе, мне мой брат сказал очень-очень умную мысль. И как-то первое время я не очень придерживалась, но теперь я поняла, насколько он был прав. Он один раз посадил меня и говорит, Айка, ты уже взрослеешь, скоро у тебя в жизни будут отношения, любовь, ля-ля, тополя. И говорит, Дам тебе совет, придерживайся его на протяжении всей своей жизни. Я говорю, ну давай валяй, типа, свой совет. Думал, сейчас опять какую-то хрень скажет. Сказанет, мол, не кури. Курение это плохо. Мой брат, как сейчас помню, мне сказал, Никогда не унижайся перед мужчиной. Никогда. Например, Скажи тебе, парень, давай расстанемся. Скажи, давай, без проблем. Зачем тебе человек, которому не нужна ты? Полно есть людей, которые нас не любят. Мы любим человека за то, что он любит нас. В общем, очень много умных слов он мне сказал. И сказал, что мужчина по-любому найдет время, позвонит, сто раз приедет, если это ему нужно. А если ему это не нужно, зачем тебе это? Он всегда, в пример, ставил Криштиану Роналду. Это прям его кумир. Он его обожает. Ну, в общем, вот такое, говорит, представим ситуацию. Я, например, ты, например, влюблена в него, а он в тебя нет. И какой в этом смысл? Правильно, никакой. Поэтому нужно влюбляться в человека, если он влюблен в тебя. Все остальное мелочи жизни. Я такая посидела, подумала, подумала, что брат несет какую-то херню. Но прошло время, я допустила некие ошибки в своей жизни, и я поняла, что он прав. что если человек не дорожит вами, зачем вам дорожить этим человеком? Я бы, например, не смогла быть с таким человеком характером, как мой брат. Он очень, знаете, какой-то такой хладнокровный немножко. Например, если девушка ему скажет давай расстанемся, он не будет никогда ее умолять, что нет, давай не будем расставаться, пожалуйста. Он скажет, я с уважением отношусь к твоему решению. Как бы мне тяжело не было, окей, расстанемся. Пусть первое время будет сложно, но если ты осознанно пришла к этому, то я вынужден согласиться. А мы, женщины, порой это говорим, просто чтобы услышать нет, я тебя никогда не отпущу. С моим братом это не прокатит. Он в этом плане немножко сложный человек. Сложный в каком плане? Он такой хладнокровный. Я смотрела интервью Дмитрия Тарасова. Алена, блин. Многие, конечно, его захейтили, но вот характер Димы очень похож на характер моего брата чем-то. Он там говорил такие вещи, которые очень похожи на моего брата. Хотя, может, я ошибаюсь, может, мне со стороны так кажется. Я всего лишь сестра, я же не была с ним в отношениях. То есть, моего брата нет такого, что, знаете, на эмоциях он может сказать, что давай расстанемся, а потом через два дня умоляет. Нет. Я много раз пересматривала это интервью, хотя очень хорошо отношусь и к Бузовой. И мне очень нравится и Дмитрий Тарасов, и его новая жена. Она просто красотка. То есть, в данном случае мне просто импонирует всем. Настя такая нежная, красивая. Мне кажется, при этом разводе каждый получил то, что он хотел. Дима хотел развода детей с семьей. Оля хотела популярность. Каждый получил то, что он хотел. и все счастливы. В общем, откуда куда. Несмотря на то, что у меня брата такой характер, он всегда был в центре внимания девушек. Всегда всем девушкам он нравился. Мой брат, кстати, не бабник абсолютно. Один раз я ему задала вопрос. Я говорю, ты изменяешь своим девушкам? И он такой говорит, блин, неохота. Я с одной еле нахожу общий язык, так представь, если их две, зачем это надо? То есть он не такой. Вообще у меня отец тоже не такой. Кстати, скоро у меня батя приезжает. Прикиньте, прилетает. Три-четыре дня и все. После прилета папы я же хотела отмечать свой день рождения. У меня были на приметах два заведения. На примете два заведения. И в оба из этих заведения я позвонила. И получается, прям под Новый год папа прилетает 24-го. 25-е, 26-е уже везде все зарезервировано. Как я поняла, у старшеклассников там Новый год они все отмечают в ресторанах. Очень сложно найти заведение, чтобы там было свободно. Да и вообще, знаете, один раз у нас такое было. Мы с подружкой хотели пойти в ночной клуб. Получается, зарезервировали столик, внесли предоплату. и в день, когда мы собирались туда идти, нам позвонили и сказали, что у нас какие-то технические неполадки. Поэтому мы не сможем вас принять. У нас нету света. А потом я узнаю, что этот ночной клуб ну как ночной клуб? Не совсем. Там и танцевать можно, и поесть можно, и выпить можно. Ну, наверное, как клуб, но в основном все идут туда, чтобы потанцевать. После 10-11 там дискотека. Ну, в общем, оказывается, что мой одногруппник делает там день рождения, и он закрыл это заведение. А нам позвонили и сказали, что у нас типа неполадки, мы не можем вас принять. за двух человек решили, не стоит отказывать такому клиенту. Почему нас не позвали, я могу объяснить. Это был не то, что одногруппник конкретно из моей группы, это был поток, я его чисто вот так вот просто видела пару раз. То есть не то, что всю группу пригласили, нас не пригласили с подружкой, нет. Это был поток. Я этого паренька по пару раз видела. Нежнятина просто, журен. Я люблю, когда грибочков много, и они такие нежные, это прям нечто. Брокколи, мои любимые. Протом мы узнали об этом, но мы не стали звонить и говорить, что вы нас обманули. Мы просто пришли через недельку. Поэтому не факт, если бы я зарезервировала бы за 20 дней до прилета папы, не факт, что там что-то не поменялось бы. у нас как было. Я не знаю, в России до сих пор так. У нас вот елка, это спортивный зал, посередине ставят елку, снегурку и все дела. Напишите в комментариях, у вас до сих пор так или нет. А здесь даже первоклашки отмечают Новый год где-то в ресторане с родителями и все дела. Так все цивильненько. Я наелась, мои хорошие, было очень-очень вкусно. Спасибо, что досмотрели. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. Пока.